Николай Лейкин. Тяжкий грех. Читает Геннадий Постригайло. Мрачный, как туча, пришел часу во втором дня в свою лавку купец Лагин Савельевич Оглотков. «Зверь зверем, сейчас нас ругать будет», — подумали про него приказчики, так как в этот день торговали плохо, и в лавке, как на беду, не было в это время ни одного покупателя. Но хозяин молчал, сверхчаяния даже и в лавочную книгу не взглянул, а прямо направился в верхнюю лавку. «Или пьян, или какую-нибудь каверзу задумал сделать», — решили они про него и с недоумением прислушивались к его тяжеловесным шагам и глубоким вздохам, раздававшимся в верхней лавке. Через четверть часа хозяин заглянул вниз и, обращаясь к молодцам, сказал «Пошлите парнишку к соседу Степан Потапчу, пусть сейчас ко мне придет, по очень-де нужному делу». Приказчики ревностно встрепенулись и чуть не взошей погнали за соседом лавочного мальчика. Степан Потапч не заставил себя долго ждать и через несколько минут уже поднимался по лестнице в верхнюю лавку. Оглотков встретил его со скрещенными на груди руками и с поникшей головой. — Степан Потапч, друг ты мне или нет? — спросил он. — Еще спрашивать. Что случилось? В чем дело? Только ежели насчет денег, так денег у меня нет, потому сейчас только по векселю три с половиной Екатерины уплатил. — Да что деньги? Не в деньгах дело. Садись. Купцы сели. — С измольства, еще можно сказать, мальчишками, мы с тобой вместе росли, — начала Глотков. — Каверс друг другу не делали, издевки не творили. Так ведь? — Так, это точно. — Помнишь, когда ты банкротиться задумал, так я и товар твой от кредиторов прятал, а потом, когда дело на сделку пошло, все в целости возвратил и ни единой капли не стяжал. — Помнишь? — Помню и завсегда благодарю. Это точно в несчастье помог. Так в чем же дело-то? А Глотков развел руками и со вздохом произнес. — А теперь, друг любезный, я сам впал в несчастье. — Это ничего. Коли с умом дело повести, так может и счастье выйти. Сколько должен? — Друг, да ты все насчет банкротства, но не в этом дело. У меня совсем другое несчастье. Помоги советам. — Как тут быть? Ум хорошо, а два лучше. Ужасное несчастье. И не думал, и не гадал. — Ну, говори, говори. — Так нельзя. Побожись прежде всего, что никому не скажешь. Потому тут позор. Узнают соседи, задразнят, и тогда проходу по рынку не будет. — Ей-богу, никому не скажу. — Перекрестись. Степан Потапыч перекрестился и приготовился слушать. — Приезжали тут как-то ко мне городовые покупатели. Начал был рассказ о Глотков, но тотчас же схватился за голову и воскликнул. — Нет, не могу, не могу. Взгляни на образ и скажи, будь я анафема проклят, коли ежели скажу. — Да, может, ты человека убил? — Да ну что ты, что ты? Заверяю тебя, что кроме моего позора ни о чем не услышишь. — Ну, коли так, изволь. Будь я анафема проклят, — пробормотал Степан Потапыч и взглянул на образ. А Глотков обнял его и поцеловал. — Теперь вижу, что ты мне друг, — сказал он. — Пойдем в трактир, там я тебе и расскажу, потому здесь нельзя. Услышат молодцы, и тогда все пропало. Приятели отправились в трактир. По дороге Степан Потапыч несколько раз приставал к Глоткову насчет несчастья, но тот упорно молчал. Когда же они пришли и, засев в отдельную коморку, спросили себе чаю, А Глотков наклонился к самому уху Степана Потапыча и слезливо произнес. — Сегодня мировой судья приговорил меня к семидневному содержанию при полиции. — Врешь? За что? — воскликнул Степан Потапыч. — За избиение и искровенение немца. — Вот тебе, бабушка Юрьев день, поздравляю. Ручку лить с тебя, ставь графинчик. — Степан Потапыч, да разве я за этим тебя пригласил? Клялся, божился, теперь издеваться. — Молчу, молчу. Говори. А Глотков глубоко вздохнул. — И ведь немец-то какой, — сказал он. — Самый что ни на есть ледащий и даже внимания не стоящий. — Ледащий там или не ледащий, а говори по порядку, как дело-то было, — торопил его Степан Потапыч. А Глотков махнул рукой. — Да что, и говорить-то нечего. Пошел с городовыми покупателями в трактир запивать могрычи. А после очутились в Орфеуме. Сидим в беседке да попиваем. Ну, известно, выпиши. Вдруг откуда не возьмись немец. Подошел к нашему столу, по-немецки болтает и, ну, на нас смеяться. Мы ему ферфлюхтер послали, а он ругаться. Взорвало меня, знаешь, вскочил я с места, да как звездану ему в ухо, да в подмикитке, в подмикитке. А товарищи вместо того, чтобы меня удерживать, фору кричать начали. Ну, я рассверепел, да и скровенил его. Ну, известное дело, сейчас полиция, протокол. Пятьдесят рублей немецкой образине давали, чтоб дело покончить. Не взял. И вот сегодня на семь дней при полиции. Закончила Глотков и по ним головой. — Дело скверное, — произнес Степан Потапович. — Так как же, садиться надо, а апелляцию в сторону? — спросил он. — Да какая тут апелляция? Адвокат говорит, что за этот приговор с руками ухватиться следует. Еще, милость божья, что у мирового никого из моих знакомых не было. А то пошла бы молва, и тогда просто хоть в гроб ложись. — Погоди, может быть, еще в газетах пропечатают. А Глотков всплеснул руками. — О, боже мой, боже мой, за что такое несчастье? — воскликнул он. — Степан Потапович, друг, я пригласил тебя для того, чтобы ты утешил меня, а ты дразнишь. Да и что тут интересного? Экая важность, что человек искровенил немца. А вот ты лучше из мысли, как мне быть, чтобы об этом деле не узнали ни домашние, ни знакомые. Потому завтра мне садиться следует. Узнает жена, молодцы, пойдет молва, и тогда по рынку прохода не будет, задразнят. Друг, ну, посоветуй, что делать. Дело обширное. Коль и так, требуй графинчик. Выпьем, и тогда сообразим. Через четверть часа купцы допивали графинчик и закусывали осетриной. — Скажи домашним, что в Москву по делам едешь, а сам в часть садись. Это самое лучшее будет, — наставлял Степан Потапович. Оглотков развел руками. — Нельзя, — проговорил он. Во-первых, только три недели тому назад был в этой самой Москве. А во-вторых, там у меня Женины родственники. Быть в Москве и не зайти к ним невозможно. А как я из части-то? — Ну, тогда куда-нибудь в другой город. — Тоже нельзя. Приказчики догадаются, потому очень хорошо знают, что у меня по городам никаких дел нет. Да к тому же они и повестку от мирового видели, где явственно сказано по делу об оскорблении действиям. — О, Господи, Господи! Сказать разве, что у меня начинается оспа и отправиться будто бы в больницу. — А навещать придут? — Запретить. Объявить, что у меня самая злющая черная оспа. Или не сказать ли лучше, что у меня чума? — Посылки со съедобным посылать начнут. Да и что за радость болезнь на себя накликать? Чума. Разве ты лошадь? — Ну, так что же делать-то, а? Ну, что делать-то, Степан Потапыч? Ну, решай. Ведь завтра садиться надо. — воскрикнула Глотков и чуть не плакал. Степан Потапыч щипал бороду, чесал затылок и соображал. Вдруг лицо его просияло. — Нашел! — проговорил он, ударяя себя рукой по лбу. — Нынче у нас Великий пост? — Прекрасно. Ты не говел еще? — Да нет. На страстной недель хотел. — А если не говел, так скажи всем, что едешь говеть в Новгород, в монастырь, и тогда преспокойно садись в часть. — Вот так голова с мозгами! — Друг, ты меня воскресил из мертвых! — воскликнула Глотков и бросился на шею Степану Потапычу. В тот же день вечером Логин Савельевич Глотков сидел в кругу своего семейства за чайным столом. Он был в халате, в туфлях, по-прежнему мрачен и тяжело вздыхал. Жена заваривала чай. — Будешь перед чаем водку-то пить? — спросила она. — С сегодняшнего дня ни водки, ни рыбы, ни даже елея не вкушаю, — отвечал он. — Баста! Пора и о душе подумать. Завтрего по всей строгости говеть начинаю. — Завтра? — удивилась жена. — Ну что ж, тогда уж и нам говеть. По крайности, все вкупе, за один скрип. Только я не знаю, как мы с Варенькиным платьем успеем, потому новое шить надо. — Это уж как хотите, это уж ваше дело, — говорил Логин Савельевич. — Сходите завтра в лавку и выберите там, а приказчики отрежут. С завтрашнего дня я ни до чего житейского не касаюсь и еду в Новгород, в монастырь, там и отговею. — Как в Новгород? А мы-то как же? — А вы здесь подобитесь. — Ну вот. Что на тебя за монастыри? — с неудовольствием сказала жена. — Будто не все равно, где не говеть да говеть. Да и что за радость духовников своих менять? Духовников менять — все одно, что по разным верам толкаться. Логин Савельевич пристально посмотрел на нее и дрожащим голосом заговорил. — А графена Гавриловна, ты ли это говоришь? От тебя ли я это слышу? Ты всегда была женщина богобоязненная и вдруг теперь кощунствуешь. Знаешь ли, что через эти самые слова ты избираешь горящие уголья на свою голову? Разве можно так о святых обителях относиться? — Да я что же, я ничего, — начала была жена, но муж перебил ее и продолжал. — Нет, постой, погоди. В монастыре ли говеть или в мире? Здесь соблазн, от слова лихого не убережешься. А там, там другое дело, там благодать. Там схемонах за каждый грех тебя отдельно отчитывает потребнику. Видишь перед собой постный сагбенный лик и умиляешься, возносишься горе. О, Господи, Господи! Муж за собой чувствует тяжкий грех, хочет замолить его, покаяться, так и тут ему жена помехой. Правда есть сказано, не женивые, да не женитесь. — Владимир Савельевич, да когда же я? — слезливо воскликнула жена. — Бог с тобой, Аграфена Гавриловна, Бог с тобой. Муж тяжкий грех на душе чувствует, хочет покаяться, а она на поди. Да разве можно здесь тяжкий грех замолить? Я тебя спрашиваю, можно? К примеру, хочешь просвирку за свое здравие съесть, так тут перемешают ее и ешь ты за чье-нибудь чужое спасение, а не за свое. А там, по крайности, на нижней корке на просвире прописано и твое имя, и твоих чадов и домочадцев. — Там до небес сердцем-то возносишься, горячей пищи не вкушаешь, плоть свою умершвляешь, а здесь у тебя трактир под рукой. — Господи, Боже мой, и эта жена, жена богобоязненная! — закончил Лагин Савельевич и умолк. Аграфена Гавриловна окончательно расчувствовалась от слов своего мужа и даже прослезилась. Видя все это, маленький сынишка оглотково фыркнул и уткнулся носом в рука в своей рубахе. — Вон, постреленок, ты чего смеешься? — ни с того ни с сего крикнул на него Лагин Савельевич, но тот чужас похватился и в прежнем тоне продолжал. — Ты там, как хочешь, думай, а я должен замолить свой тяжкий грех и поэтому поеду в Новгород. Мне уж и так в ночи видение было. — Да поезжай, голубчик, поезжай, голубчик, Лагин Савельевич, поезжай. Ну, кто ж тебя удерживает? — схлипывала жена. — Явился старец, сединами убеленный и изрек. — Лагин, возьми одор твой. — Не рассказывай, голубчик, не терзай моего сердца, — упрашивала его жена, но муж продолжал. — Наутро я и свечи ставил, и молебен служил, но тяжкий грех все-таки гнетет. — С Богом, голубчик, с Богом. Варенька вот пелену вышивать кончила, так ее и свези. Пусть в обители хранится. Хорошая гарусная пелена, — бормотала Аграфена Гавриловна и набожно крестилась. Через десять минут семейство успокоилось и мирно пило чай. Аграфена Гавриловна лизала с ложечки мед и припоминала знакомых, кого помянуть за здравие, кого за упокой. — Я полагаю, все это можно оставить и в туне, — говорил Лагин Савельевич. — Потому где мне обо всех упомнить? Мне впору только о своем грехе думать, потому там ведь не так, как здесь. Там утреннее бдение, часы, литургия, вечернее бдение, всенышное, да еще правила разные. Ну-тка, учти. — А все-таки Федор Аталионтича с семейством следовало бы помянуть. Отец ведь крестный, Ванечкин. — Да ну его к Богу! Шестой месяц семьдесят рублей должен и не отдает, а на три дня брал. — А сестру, Софью Савельевну? — Ну, это бы и можно. Да женщина-то она неосновательная. Неделю с ней в мире, неделю в ссоре. Так что за радость? Спустя четверть часа семейство Оглотковых перебралось из столовой в спальную. На столе лежала пелена и бисерный колпачок под паникодила. А графена Гавриловна сбирала мужа в дорогу и доставала из комода белье. — К причастному-то дню я положу тебе сорочку с вышитой грудью, — говорила она. — Зачем? Ничего лишнего не надо, — крикнул Владимир Савельевич. — Коли человек кается, так должен быть и в смирении, а не о наряде думать. Положи пару белья, полотенца, платки, а новый галстук я на себя надену. — Пирожков с грибками не испечь ли, пока кухарка-то спать не легла? — Да говорят тебе, что не токмо, что масло, и горячей пищи вкушать не буду. Часу в двенадцатом Оглотков тяжело вздохнул и отправился в Молодцовую. Молодцы повскакали с места и начали запахивать халаты. — Завтра я в лавку не приду, — сказал он им. — Я еду на неделю в Новгородский монастырь, и там говить буду. Кузьма Федоров над вами старшой остается. Слушаться его, не пьянствовать, со двора не ходить и по трактирам не шляться. Поняли? — Ну, понялись, — отвечали молодцы. — А теперь простить меня, Христа, ради, в чем согрешил перед вами или обидел вас. Лагин Савельевич поклонился до земли. — И нас простите, — заговорили молодцы и тоже поклонились. Спустя еще полчаса Лагин Савельевич хотел уже ложиться спать, как вдруг за дверями спальной послышался чей-то кашель. — Кто там? Войди, — крикнул он. — Это яс, — отвечал старший приказчик Кузьма Федоров и вошел в спальную. — Я к вам, Лагин Савельевич, можно сказать, с почтительную просьбой. — У меня вот тут письмо к дяденьке и пять рублев, так как они, значит, в Новгороде проживают по своей старости. Так ежели вам не в труд, сделайте милость, связите. А Глоткова даже в жар кинула. — Да что я вам, почтальон достался или рассыльный? — крикнул он во все горло. Приказчик юркнул за дверь. — Ну, чего ты сердишься? Ложись спать и спи спокойно, — утешала его жена. — Завтра пораньше встать да послать за каретой. Мы тебя на железную-то дорогу всем семейством проводим. — Господи, только этого не доставало, — сплеснул руками Оглотков. — Да что я, на три года в Китай еду, что ли, к карету? Да что у нас, деньги-то бешеные, что ли? Это наказание какое-то. — Молчу, молчу, не сердись только. — Да нельзя не сердиться, матушка. Ты ведь сама знаешь, что дальние проводы — лишние слезы, а между тем провожать хочешь. Да и что же это за говение для меня будет, коли ежели без лишений? Ведь я толком тебе говорил, что у меня тяжкий грех на душе, и его, как следует, замолить надо. — Замаливай, замаливай, Господь с тобой. Я за твое здоровье калачиков по тюрьмам разнесу. Пусть молятся за тебя заключенные-то. Жена не посмела его больше тревожить, укрылась халатом и умолкла. Захар и Настасья Роман в письмах Милостивая государыня Настасья Степановна, В первых сих строках прошу вас на чашку чаю. Извините за невежливость, но я послезавтра именинник. Это от того, что с тех пор, как я видел вас у вашей кумы Василисы Никитичны, сплю и вижу, чтобы вы у меня были в гостях. Вот уже неделя, как вспоминаю я ваши сладостные речи и ваш бант на лебяжьей груди. Вчера нас гоняли в театр смотреть купца Иголкина, и я опять об вас вспоминал. Конечно, вы девица, а мы холостые солдаты и живем в казармах, но живем как семейные. У нас и самовар есть, и к нам очень часто дамы ходят. К тому же я давно чувствую привязанность к женатой жизни и сужу так, что не весь же свой век холостым бегать. Приходите вместе с Василисой Никитичной, она знает, где я живу. А где вы живете и у каких господ узнал через нее, а все от того, что об вас думаю день и ночь и даже тогда, когда в карауле. Если вы забыли меня, то я тот самый черный солдат, который провожал вас до пяти углов и купил вам в презент апельсин, но не рыжий, который разговаривал с вами и ушел раньше. С подателем всего письма пришлите ответ, придете или нет. Это мой товарищ Пороте. Отказ ваш может подвергнуть мне лютую болезнь. Шлю вам поклон от неба до земли и остаюсь рядовой Захар Иванов. Дорожайшая Настасья Степановна, несчетно благодарю вас, что вы были у меня на чашке чаю. От радости я всю ночь не спал и кропил мою постель слезами, но в попыхах забыл спросить, где мы можем видеться, потому в разлуке я изнываю, и в сердце моем будто нож сидит. — Хотел прийти к вам, но побоялся ваших хозяев, так как иные не любят, чтобы к кухаркам солдаты ходили. — Получите часок и приходите ко мне, а также захватите и башмаки, о которых вы говорили. — Не только что сделать вам перетяжку, но даже и сшить целые башмаки, хотя бы из моего товара почту себе за счастье. Буду работать, вздыхать скоропалительно и думать об вас. — С подателем сего письма пришлите ответ, а также посылаю вам апельсин, чтобы вы кушали в свое удовольствие и не будьте ко мне бесчувственны. Адьюс, бонжуром! Это по-французски. Всем сердцем ваш рядовой Захар Иванов. — Милостивый государь Захар Иванович, посылаю вам свой поклон и с любовью низко кланяюсь. Хотя и стыдно девушке к холостым кавалерам в казармы бегать, но я сегодня вечером, как уберусь, забегу к вам. Уж очень мне башмаки нужны. А что вы называете меня бесчувственной, то совсем напротив, и напрасно вы обо мне такие низкие мысли имеете. Женщины завсегда нежнее кавалеров, а кавалеры — изменщики и соблазнители. Остаюсь знакомой вашей, Настасья Степановна. По безграмотству и я и личной просьбе письмо сие писал и руку приложил мелочной лавочник Селивестр Кузьмин. Друг любезный, Настасья Степановна, вот уже пять дней, как я вспоминаю, как вы были у меня и как мы с вами без свидетелев и бессловесно разговаривали. Лишь только зажмулю глаза, как вы стоите передо мной. О, ангел бесценный, как я люблю тебя на всю жизнь. Вы пишете, что, заторопившись, у меня вы забыли ваш платок. Никакого платка у нас нет, а ежели забыли, то, надо полагать, кто-нибудь украл и уж давно пропил. Но не тревожьтесь, когда-нибудь купим для вас новые еще прекраснее. И еще прошу вас, пришлите мне с подателем всего письма сорок копеек, а то мне не на что купить чаю и сахару. У меня было три рубля, да я дал в долг товарищу, а он вчера в лазарете умер. Извините за просьбу. Лети мой вздох от сердца прямо другу в руки. Прощайте, моя кралечка, целую вас в уста сахарные. Рядовой Захар Иванов Дорогой мой Захар Иванович, и приходите завтра вечером ко мне. Господа наши уедут в гости, и я буду дома одна, только с горничной. Ах, как я скучаю об вас, две недели не видавшись. Все думаю, что будет война, и тогда вас угонят. Сердце так и ноет об вас. Что я тогда буду делать? И посылаю вам рубль серебра, что вы у меня требовали, а также возьмите у товарища вашего Никифорова дву гривен и денег, и мой ситцевый платок. Деньги он взял в долг, а платок на подержание, чтобы завернуть кларнет, и вот уже месяц как не отдает. Ожидает вас крепко Настасья Степановна. А письмо это писала подруга ей на ГК, и кланяется товарищу вашему Никону Семеновичу, так как он учтивый кавалер. Друг мой бесценный Настасья Степановна, в первых сих строках целую тебя нещетно и благодарю заватный нагрудник. Гляжу на него и от тебя страдаю. Бахмаки принесу тебе не раньше, чем через две недели, так как у нас теперь все учения и шить их совсем не досуг. И пришли ты мне с подателем всего письма полтора рубля денег, нужно рубашку ситцев исправить. Присылай, не бойся, так как войны не будет и во всех государствах замирения. В воскресенье жду тебя к себе в крепкие объятия, а деньги пришли. Друг твой неизменный, Захар Иванов. Другу моему любезному, Захару Ивановичу, от подруги его верной Настасьи Степановны низкий поклон. И уведомляю вас, друг любезный, с прискорбием души телесной, что господа наши будут жить летом на даче, и мне придется ехать с ними в лесной корпус. Ах, как я страдаю, что по дальности буду с вами редко видеться. Но вы не беспокойтесь, Захар Иванович, для вас завсегда будет прием, и вы можете даже ночевать на сеновале. И сообщите мне, когда будут готовы мои серьги, что вы взяли починить. А ежели вы их заложили, то отпишите, где, и тогда я их выкуплю. Только вы не сердитесь. Также не обидьтесь, что я не прислала вам двух рублей, что вы просили. Денег у меня нет, а хозяева вперед не дают. У меня все болят зубы и тошнит. А вам посылаю осьмушку чаю и немножко сахару. Ваша Настасья Степановна. А подруга ейная, что это письмо писала, просит товарища вашего Никона Семеновича прийти в воскресенье вечером в Александровский парк. «Ангел мой, Настасья Степановна, ты едешь сегодня на дачу, но я не могу к тебе зайти проститься. Прощай заочно, и пришли рубль серебра. Я сломал кран офицерского самовара, и его надо отдать в починку. Крепко прижимаю тебя к моей груди, покрытой орденами. Захар Иванов. Башмаки, что обещал, будут готовы через неделю». «Сердечному другу, Захару Ивановичу, вот уже десять дней, как мы на даче, а вы и глаз не кажете. Что это значит? Я все глаза проглядела, на дорогу смотревши. Целый день я терзаюсь, а ночью плачу. Господи, неужели вы коварный изменщик и изменили из-за того, что я не могла вам прислать денег? Я и то вся испотрошилась на вас и хожу вся отрепанная. Приходите, друг мой, милый, завтра, потешьте мое сердце. Я больна и еле могу работать, а хозяйка ругается. Как голубица, трепещу вашего свидания и молю вас слезно, приходите. Я вам скажу что-нибудь хорошее и подарю кесет для табаку. Ежели башмаки готовы, то принесите». Настасья Степановна. Милостивая государыня, Настасья Степановна, «Вы немахонькая и сами должны понимать, что солдат – человек бедный и ему взять негде. Стало быть, без денег и любовь вводить невозможно. Где солдату взять, ежели не со стороны? А у вас то и дело отказ. У меня случилось несчастье и к вам я притить не могу, так как сломал свой штык. Казенную вещь надо пополнить, а то меня под арест. Ежели пришлете шесть четвертаков, чтобы купить штык, то послезавтра приду, а то так лучше разойдемся. Да, пришлите еще для ровного счету полтину на сапожный товар, а башмаки через неделю. Письмо сие посылаю по городской почте, а это, сама знаешь, стоит денег. Захар Иванов. Друг Захар Иванович, я больна, и приходите, пожалуйста, завтра. Кали, ежели вам наш штык, то мы потолкуем, и тогда можем заложить перину и платок. Только приходите, друг любезный. Настасья Степановна. И уведомляю вас, Настасья Степановна, что письмо ваше, присланное вчера с дачи с разносчиком и рыбаком в наши казармы, не могло быть передано знакомому вашему Захару Иванову, так как он и Захар Иванов выступил вчера в лагере в Красное Село. Унтер-офицер Никон Семенов. Редактор субтитров А.Семенович Корректор А.Егорова Жукова